Продолжаем выпуск. Ученики одной из школ Полевского теперь ходят в столовую с протянутой рукой. Ребята попали в будущее, которое раньше видели только в кино. Чтобы получить заветное первое-второе компот, школьнику достаточно приложить руку к специальному сканеру. Несмотря на передовое решение, расплачиваться приходится по старинке. Родителям. Проверить, как работает чудо-техника, отправился Игорь Бонгин. Здравствуйте. Мне сок и шоколад. Вместо денег за обед Семен протягивает буфетчице руку. Здесь теперь ходит своя валюта – школьные ладони. Секунда и заказ принят. Сегодня на отпечаток ладошки можно купить борщ, гречу, сосиску и компот. Отобедать без копейки в кармане школьникам проще простого. Конечно же, ты никогда не забудешь деньги дома, потому что они есть на карточке. А раньше надо было приносить их, поэтому мелочь носить. Так похоже на каких-то, как раньше в детстве смотрели мультики, где прикладывают ладошку, открываются двери. Почти то же самое. Комплексный обед в школьной столовой обходится ребенку в 77 рублей. Если раньше родители оплачивали питание наличными, то теперь через онлайн-кошелек. Так что спустить карманные деньги на чипсы с газировкой у учеников больше не выйдет. Мамы с папами в режиме онлайн знают, что съел их ребенок. Неудобство в том, что нужно деньги передать классному руководителю или в столовую заплатить деньги за обеды. А тем самым вот сейчас снимается эта проблема, что ребенок не ходит с деньгами наличными. Может потерять, может где-то забыть. То есть проблема эта уже будет снята. Удобно это и для учителей. Им не нужно собирать деньги с родителей. Теперь перед уроками они вводят список учеников в базу и заказывают обед. Я подхожу к монитору и выбираю купить. Затем сканируется моя рука. Выбираю оплатить за класс. Вот мой шестой класс. Смотрю, кого в классе нет. Нет Мельниковой, я ее убираю. Все остальные есть. Я выбрала всех учеников и теперь выбираю оплатить. Школьники первыми в регионе перешли на электронную оплату, обедав своими ладошками. Для этого дети заранее сдали отпечатки рук, а их родители привязали электронные данные ребенка к своим банковским картам. Сразу после покупки на телефон родителя приходит СМС. Отпечатки ладони каждого школьника преобразуются в цифровой код. Взломать его невозможно. Поэтому воспользоваться системой никто, кроме самих учеников, уже не сможет. Пока система работает в тестовом режиме. Сначала родители опасались, что личные данные их детей могут попасть в сеть, а это небезопасно. Так что сейчас система должна завоевать доверие родителей. Четыре класса дали свое согласие принять участие в этом проекте. Затем мы встретились с родителями. И сначала даже, может быть, я предполагала, что класс в обязательном порядке. Но потом, когда поговорили с родителями, мы действительно столкнулись с тем, что кто-то категорически отказывается, чтобы какие-то индивидуальные параметры ребенка проходили в какой-либо системе. Впрочем, разработчики проекта уверяют, никаких персональных данных школьников они не хранят. Система различает ребят, как хироман со стажем, по линиям на ладонях и венам. Мы сканируем рисунок вен ладони ребенка, который оказывается уникален у каждого человека. И он не изменяется с течением времени. То есть с возрастом у нас рисунок вен один и тот же. Данный рисунок сканируется наш сканером, преобразуется в цифровой код, в уникальный. И данный код привязывается уже к счету родителя. Ожидается, что до конца года расплачиваться за обед ладошками будут ученики еще десяти Свердловских школ. Игорь Бонгин, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова